МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он был прав. Роман Джорджа Орвелла 1984 вновь стал бестселлером на фоне президентства Дональда Трампа. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прибывает с однодневным визитом в Турции. Глава федерального правительства встретится с президентом Турции Таипом Эрдоганом и премьер-министром Бенали Елдырымом, а также посетит турецкий парламент. На повестке дня переговоров канцлера миграционный кризис, ситуация в Сирии, отношения между Турцией и Европейским Союзом и некоторые проблемы в двусторонних отношениях. А проблем достаточно. Сейчас отношения между Берлином и Анкарой весьма напряженные, особенно после неудавшегося путча в Турции в июле прошлого года. За прошедшие с того времени полгода только бывший глава германского МИДа Франк Пальтерштейнмайер один раз посещал Турцию с визитом в середине ноября. Среди прочего, Турция обвиняет Германию в том, что немецкие власти не действуют решительно против запрещенной рабочей партии Курдистана. Кроме того, недовольство в Турции вызывает то, что ряд сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена после сорванного путча укрылись в ФРГ, а также тот факт, что немецкие власти не препятствуют работе школ, которые финансирует эта организация. Раздражение в Анкаре вызвало также и то, что критически настроенный по отношению к властям главный редактор либеральной турецкой газеты Джан Дюндар нашел прибежище в Германии и был приглашен выступить на новогоднем приеме в Федеральном министерстве юстиции ФРГ. Дюндара в Турции обвиняли в шпионаже, разглашении государственной тайны и членстве в террористической группировке. Иск против Дюндара подал лично президент Эрдоган. В Германии начала действовать программа «Начальная помощь плюс». Это правительственный проект, который предполагает выплату денежной компенсации тем беженцам, которые добровольно покидают ФРГ. Такая миграционная политика обойдется немецкому правительству в 40 миллионов евро в год. И таким образом германские власти надеются частично решить проблему беженцев. С начала февраля на материальную помощь в размере 1200 евро могут претендовать мигранты от 12 лет из 45 стран, которые захотят покинуть ФРГ до вынесения решения о предоставлении им убежища. Исключение составляют беженцы из Западных Балкан. Но для тех, кому отказали в статусе беженцы, немецкие власти тоже приготовили вознаграждение. 800 евро за то, что они не будут подавать апелляцию и добровольно покинут страну. Половину суммы выплаты беженцы получат при выезде из Германии. Остальные деньги спустя полгода проживания в стране своего происхождения. В ночь на четверг, когда начали расходиться участники антиправительственной демонстрации в Бухаресте, на авансцену вышли около 300 футбольных фанатов. Они стали швырять в полицейских камни и петарды. Те ответили дубинками и слезоточивым газом. Задержаны несколько десятков человек. Четверо получили ранения. По всей Румынии прошли самые массовые со времени революции 1989 года манифестации. Демонстрация в центре Бухареста собрала до 150 тысяч человек. В других городах на улице вышло в совокупности почти столько же протестующих. Люди возмущены планами правительства внести поправки в законы о коррупции. Я пришел, чтобы потребовать отмены двух экстренных указов. Правительство не должно выпускать воров из тюрем и оправдывать хищение. Мы хотим защитить страну от преступников, попирающих закон. Защитить свои права, а не их корыстные интересы. Поправки, предложенные правительством социал-демократов во главе с Сорином Гриндяну, предусматривают освобождение от ответственности для чиновников, чьи злоупотребления нанесли ущерб государству менее 200 тысяч лей или 48 тысяч долларов. Если поправки будут приняты, на помилование смогут рассчитывать коррупционеры, получившие тюремные сроки менее пяти лет. Избежит преследования, например, председатель социал-демократической партии Ливию Драгня, добившийся государственных зарплат для двух своих знакомых. Действие кабинета подверг критике президент Румынии Клаус Йоханнес. В стране, где действует закон, нельзя вести себя так, как поступило правительство. Министр юстиции Флорин Иордачи выступил с оправданием поправок. Мы приняли это решение для того, чтобы привести законодательство в соответствие с решением Конституционного суда. Некоторые участники демонстрации в Бухаресте взывали к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и его просили помочь в борьбе с красными злодеями, захватившими Румынию. Оппозиция намерена инициировать вводом недоверия правительству. Бунт в тюрьме американского штата Делавер в среду закончился захватом заложников. В руках заключенных оказались четыре сотрудника исправительного учреждения. Двоих отпустили через несколько часов. По данным полиции, одного из них доставили в больницу с ранениями, не угрожающими жизни. Спецподразделения правоохранительных органов окружили тюрьму. Поблизости дежурят кареты скорой помощи. Губернатор штата заявила, что власти используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы освободить заложников. Местная газета NewsJournal сообщила, что получила несколько звонков от людей, представившихся близкими заключенных. Они рассказали, что обитатели тюрьмы требуют улучшения условий содержания и встречи с высокопоставленными представителями властей. Собеседники журналистов заявили, что из-за действий президента Дональда Трампа заключенные опасаются ухудшения ситуации в исправительном учреждении. В США резко вырос спрос на книги, написанные в жанре антиутопии. Бестселлером на платформе Amazon стал роман Джорджа Оруэлла «1984». Опубликованное в 1949 году произведение сначала вошло в десятку самых продаваемых книг, а потом лидировало. СМИ отмечают, что наряду с этим растут продажи и других книг антиутопий. Резкую популярность получили произведения об авторитарных режимах. В частности, роман Синклера-Льюиса «У нас это невозможно», который был написан в годы подъема идей фашизма и нацизма в Европе в 1935 году. Работники книжных магазинов спрос связывают со страхом американцев перед политикой нового президента. Каждый день у нас спрашивают такие книги. Да, мы заметили, что спрос на них резко вырос. Я думаю, это связано с политикой нашей администрации. Люди беспокоятся, они не знают, чего ждать и хотят быть проинформированы. И хотя это фантастика, но она оказалась слишком близко к нашей реальной жизни. История — это спираль, она повторяется. Поэтому, может быть, люди думают, что нужно заглянуть в прошлое, чтобы узнать что-то о будущем. Мне кажется, мы можем научиться чему-то из истории. Мы просто часто забываем о том, что уже произошло. А это могло бы нам помочь сейчас. Популярность антиутопии американские СМИ наблюдают после инаугурации Дональда Трампа. А рекордные продажи произведения Оруэлла связывают со словами советника Трампа Кэллиэн Конуэй. В споре о том, сколько людей посетили инаугурацию, она использовала термин «альтернативные факты». Блогеры и журналисты сразу провели аналогию с термином «двоемыслие», который ввел в романе «1984» Оруэлл. Правами на публикацию в США романа обладает издательство «Пингвин». По словам представителей издания, в начале года спрос на книги растет. Однако в этом году рост действительно оказался выше обычного. За одну неделю издательство отгрузило более 75 тысяч экземпляров. Субтитры создавал DimaTorzok с которой можно безопасно наблюдать природное явление. Филиппу Гласу, американскому композитору, одному из основателей музыкального минимализма, исполнилось 80 лет. По этому поводу солисты Большого театра Екатерина Крысанова и Андрей Меркурьев станцевали для зрителей, собравшихся у центрального фонтана московского гума. Они исполнили отрывки из нового балета «Вода» на музыку двойного концерта для скрипки и велончели Гласа. Его премьера намечена на 22 февраля. По словам артистов, они любят композитора и хотели, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Его музыка рассказывает о судьбе человека, она не пустая. Потому что я считаю, что минимализм — это пустое что-то, какое-то пространство, ни о чем. А на самом деле это тонкая материя, которую нужно просто прочувствовать. И Филипп Глас стал просто моим композитором. 80-летие композитора будут отмечать на протяжении года по всему миру. 31 января в Нью-Йорке состоялась премьера его 11-й симфонии. Субтитры создавал DimaTorzok